здравствуйте сегодня мы с вами будем рассматривать рациональные неравенства но не простые а неравенство которые в которых можно сделать замену переменной итак посмотрите на следующее уравнение и наверное сразу же замедите какую замену переменной здесь можно сделать видим что везде присутствует x квадрат минус 3x сделаем замену переменной пусть вот это выражение общая часть везде x квадрат минус 3x обозначим буквой t тогда тогда наше неравенство принимает вид здесь у меня получится в числителе т минус 2 знаменателе т плюс 2 плюс обратите внимание что здесь будет т плюс 16 и в знаменателе получится t больше или равно 0 такое неравенство жизнь легче решить а как мы его будем решать найдем общий знаменатель t умножить на t плюс 2 находим дополнительные множители первый дополнительный множитель будет т 2 дополнительный множитель будет т плюс 2 перемножаем т минус 2 умножаем на т плюс 16 умножаем на т плюс 2 на т плюс 2 больше или равно 0 раскрываем скобки т квадрат минус 2t плюс будьте внимательны т квадрат плюс 16 т плюс 16 т плюс 2 т и плюс 32 в знаменателе получается такое выражение т умножить на т плюс 2 больше или равно 0 надо привести подобные слагаемые получается 2t квадрат минус 2t и 2t уничтожается остается остается плюс 16t и остается еще 32 со знаком плюс в знаменателе т умножить на т плюс 2 больше или равно нулю что можно упростить можно обе части этого данного неравенства разделить на число 2 получается т квадрат плюс 8t плюс 16 разделить на т умножить на т плюс 2 больше или равно нуля когда мы решаем неравенство не строгое больше или равно нуля мы отвечаем на два вопроса когда данное выражение больше 0 и когда данное выражение равно нулю для этого давайте мы запишем а когда дробь может быть равна нулю когда его числитель равен нулю поэтому находим 0 числителя т квадрат плюс 8t плюс 16 равно нулю а нули знаменателя я просто знаменатель приравнивая тоже к нулю но когда я его приравняю к нулю Но на числовой прямой эти точки у меня будут открыты. То есть тем самым я покажу, что на 0 делить нельзя. Так, получается, дискриминант равен 8 в квадрате минус 4 умножить на 16. Равно 64 минус 64 равно 0. Вот если вы это увидели, иногда некоторые ребята сразу видят, что данное выражение, вот этот квадратный трехчлен, можно было представить в виде полного квадрата. А именно, t плюс 4, все это в квадрате равно 0. Видите, вот это вот сразу я могла это увидеть. Если бы я увидела, то я написала бы, что t равно минус 4. При этом эта точка кратная, она повторяется два раза, потому что t плюс 4 стоит в квадрате. То есть t плюс 4 умножая на t плюс 4. Ну, а если этого я не увидела, то тогда я все равно нахожу корни. В квадратном уравнении у меня получается минус 8 плюс минус 0 разделить на 2а на 2. И все равно эта точка у меня появляется тем или другим способом. Нули знаменателю у меня будет t равно 0 и t равно минус 2. Так, что мы дальше делаем? Дальше я решаю данное неравенство на числовой прямой. Изображаю числовую прямую, на которой отмечаю 0 числителя. Она у меня закрашенная точка будет. И эта точка кратная, я ее каким-то образом должна отметить. Так, t равно 0 у меня где-то здесь. Вот я сказала, что это 0 знаменателя, на 0 делить нельзя. t равно минус 2 – это тоже 0 знаменателя, на 0 делить нельзя. Что значит 0 знаменателя? Если я подставлю минус 2, то у меня в знаменателе получается 0. Так, получается у меня интервалы. И давайте мы на одном из них определим знак. Например, число 1. Возьмем контрольную точку. Если мы подставим единицу, получается знак плюс. А дальше я чередую. А вот около контрольной точки, точки кратной, у меня знак повторяется. Некоторые даже используют, если ставят знак минус. Итак, где же у меня t принадлежит? Где же у меня это выражение будет больше или равно 0? От минус бесконечности до минус 4, казалось бы. Но минус 4 тоже входит в ответ. Я пишу до минус 2. И от 0 до плюс бесконечности. Вот смотрите, минус 4 вошло в ответ. Следующий шаг, который я должна сделать в данном выражении, а именно я должна сделать следующее. Я должна вот это неравенство записать в виде такого вида неравенства. t строго меньше минус 2. Это обозначает знак или. А это я должна написать в виде неравенства t больше 0. Ну, а теперь осталось делать обратный переход. Напомним вам, какая была замена переменных у нас сделана. Значит, мы обозначили х квадрат минус 3х. Мы обозначали буквой t. И вот теперь мы должны сделать обратный переход. Давайте запишем обратный переход. Обратный переход. Какой же переход мы должны сделать? Мы должны сделать такое. Вместо буквы t я пишу х квадрат минус 3х строго меньше минус 2. Или получаем второе неравенство. х квадрат минус 3х строго больше 0. Вот такие два неравенства, которые мы должны решить. Двойку перенесем. Минус 2 перенесем в левую сторону. Плюс 2 строго меньше 0. Здесь, наверное, лучше всего х вынести за скобки. х минус 3 больше 0. Данное неравенство, конечно же, можно решить найти его. Вначале найдем дискриминант квадратного трехчлена. 9 минус 4 умноженное на 2. Это получается единица. х первое. Получается 3 плюс 1 разделить на 2. Получается 2. Первый корень. Второй корень. Получается 3 минус 1 деленное на 2. Получается единица. Так, что я дальше делаю? Дальше я решаю вот эти неравенства. Опять же, на числовой прямой. Значит, изображаю первую числовую прямую. Отмечаю на ней точки единицу и двойку. Получаю интервалы. И беру контрольную точку. Лучше всего, наверное, взять 0. Вижу, что здесь получается знак плюс. Я его подставляю вот в это выражение. Так, минус плюс. Знак чередуется. Поэтому х принадлежит. Мне нужно взять интервал, где у меня будет выражение меньше нуля. То есть знак минус. От единицы до 2. Первое мы сделали. А теперь второе давайте возьмем. Здесь у меня, если я изображу на числовой прямой, какие у меня точки получатся? Во-первых, это точка 0, когда х равен 0, и когда х равен 3. Так, получается у нас интервалы. Опять беру какую-нибудь контрольную точку. Наверное, взять 4 можно. 4 на 4 минус 3, знак плюс. Знаки чередуются. И поэтому мне нужно взять интервалы, где же у меня будет больше нуля. Поэтому х принадлежит от минус бесконечности до нуля и от 3 до плюс бесконечности. А теперь вспомним, что же обозначал знак или. Это значит, что я должна добавить эти два решения друг к другу. Тогда общий ответ у меня получается следующий. Общий ответ. Х принадлежит от минус бесконечности до нуля. Добавляю эти ответы друг к другу. От 1 до 2 и от 3 до плюс бесконечности. Ребята, хотелось бы вам напомнить еще раз, как же мы решали это неравенство. Посмотрите. Мы сделали замену переменной. х квадрат минус 3х равно t. Потому что увидели, что есть общая часть. Когда мы сделали замену, у нас получилось вот такое вот неравенство. Когда мы решаем такое неравенство, мы отвечаем на два вопроса. Когда это выражение больше нуля и когда оно равно нулю. Когда оно равно нулю. Когда числитель равен нулю. У нас получилось число минус 4. И когда же он у меня знаменатель равен нулю. Это будет нуль и минус 2. На числовой прямой эти точки были открыты. И число минус 4 была кратная точка. Так как у нас дискриминант был равен нулю. Или я так как увидела, есть полный квадрат. Так, дальше. Дальше. Следующий шаг, который мы сделали. Мы записали неравенство, которое мы только что получили. А затем записали его в другом виде неравенства. И сделали обратный переход. Когда мы сделали обратный переход, у нас получились опять два неравенства, которых мы объединили знаком «или». И таким образом, когда мы решали, получили первый ответ. Извините. Мы получили первый ответ и второй ответ. И эти ответы мы при этом дополнили друг до друга. Но еще я здесь хочу обратить внимание на следующее. Когда мы решали вот это неравенство, х квадрат минус 3х плюс 2 меньше нуля, ведь корни можно было найти более простым способом, используя так называемую теорему Вьета. У нас, посмотрите, сумма коэффициентов равна нулю. У нас первый коэффициент единица, второй минус 3, а число здесь получается 2. Сумма коэффициентов равна нулю, и поэтому первый корень единица, а второй свободный член. Можно было таким образом сделать. Мы с вами рассмотрели неравенства, которые относятся в едином госэкзамене. Это задание номер 15. Будьте очень внимательны. Приемов и решений, способов решений, может быть много. Мы вам показали один из способов, когда сразу видно, что выражение можно сделать с заменой переменной. Спасибо за внимание. Всего вам хорошего.